О будущей застройке территории санатория Магнолия, расположенного на французском бульваре, стало известно еще несколько месяцев назад. Городская власть одобрила появление в рекреационной зоне нескольких небоскребов высотой более 20 этажей. То, что высотность зданий в этом районе по закону не может превышать 9 этажей, ни застройщика, ни мэрию не смутило. Законность появления на французском бульваре нескольких многоэтажных зданий, на территории, которую ранее занимал санаторий Магнолия, вызывала сомнения с самого начала. Просто потому, что появление в рекреационной зоне, где априори не может быть чего-то сильно высотного, нескольких 24-этажных зданий под апартаменты, не только лишало одесситов зеленой зоны, да и окончательно убивало французский бульвар с последующим его, так сказать, расширением. Собственно, об этом говорили активисты и некоторые депутаты городского совета. Впрочем, что касается горсовета, то у выступавших против застройки французского бульвара были считаны единицы. Остальных факт появления многоэтажек на французском совсем не смутил, что, собственно, и заинтересовало правоохранительные органы. Как пишет издание избирком, старший следователь следственного отдела ВНП в АЭР Крым и Севастополь обратился в Приморский районный суд Одессы о предоставлении временного доступа к документам, которые находятся во владении управления архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета и касаются строительства на территории санатория Магнолия. Я так понимаю, что сейчас Одесский горсовет, в частности, Одесская мэрия переживает не лучшие дни в плане отношений с правоохранительными органами, потому что это не единственное уже уголовное производство, которое входит, ну, как минимум, в стадию изъятия документов, допросов, допросов свидетелей и тому подобных процедур, которые вряд ли являются приятными для наших чиновников, и, да, вот это постановление суда, которое, правда, было еще принято в сентябре, вот, но, тем не менее, говорит о том, что, ну, в Санатория Магнолия, да, история длительная, многолетняя, и действительно они хорошо знают о том, как там разворовывалась фактически золотая земля. Как следует из определения суда, следствие считает, что должностные лица Одесского городского совета злоупотребляли служебным положением. В частности, согласно документам, представленным следователем, в июле 2017 года Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета зарегистрировало разрешение на проведение строительных работ, предоставленного Одесс Инвестбуд для строительства курортно-оздоровительного комплекса на французском бульваре. Генеральным подрядчиком выступил Одесс Кмискбуд. Как сообщает издание, полиция утверждает, что сотрудники Одесса Мискбуд подделали квалификационные документы в части наличия персонала при получении строительной лицензии. Таким образом, на указанном земельном участке Одесса Инвестбуд планирует осуществление строительства курортно-оздоровительного комплекса в четыре очереди на общую площадь 150 тысяч квадратных метров. А согласно действующему законодательству Украины, отмечает избиркома, именно государственным строительным нормам и санитарным правилам и нормам данное строительство не соответствует требованиям. То есть санаторий, согласно закону, не может превышать высотность выше девяти этажей. Согласитесь, несколько двадцати четырехэтажных санаторно-оздоровительным учреждением назвать никак нельзя. Избирком информирует, что указанное нарушение было умышленно допущено застройщикам при разработке проектной документации, а исполнительными органами Одесского курсовета умышленно были проигнорированы. Следствие установило, что документы, которые в Европе выставили, были подделаны, и управление городского совета их не проверило как следует, допустило как минимум холадность, а как максимум сделало это преднамеренно. Да, я так понимаю, что следствию и предстоит это выяснить, квалифицировать действия чиновников. Итак, факт нарушения закона и со стороны застройщика, и со стороны городских властей налицо. Только понесут ли эти самые лица ответственность за уничтожение санатория, за вырубку сотен деревьев, на его территории за отобранную угрожан землю, за уродование французского бульвара – вопрос, конечно, скорее риторический. К сожалению, уничтожение Одессы у нынешней мэрии давно поставлено на поток.